Феномен игры в кальмара объяснить сложно, ведь по сути перед нами довольно прямолинейная мясорубка с глубоким смыслом внутри себя, который мало кто вообще принял во внимание. Сериал стал популярным благодаря детям и подросткам, для которых просмотр кальмаров вообще-то запрещен ввиду возрастного рейтинга. Но кого это когда-то останавливало, не так ли? Однако второй сезон игры кальмаров если и выйдет, то через пару лет. И что в таком случае делать фанатам? Конечно же посмотреть Алису в пограничье. Почему Алису называют идеальной игрой в кальмара? О чем вообще там сюжет? И какой из двух сериалов лучше? Об этом и многом другом мы расскажем вам прямо сейчас. Кстати, а какие еще азиатские сериалы вы любите? Обязательно напишите об этом в комментариях. И быть может мы даже сделаем крутую фанатскую подборку. Как ни странно, но еще месяц назад мы и сами не знали об Алисе в пограничье. С момента выхода игры в кальмара все вокруг только и говорили, что о ребятах в розовых комбинезонах. И лишь изредка некоторые поклонники восточного кинематографа припоминали загадочный проект по имени Алиса в пограничье, который вообще-то вышел в декабре прошлого года. И мы были в числе многих, кто в свое время даже и не обратил внимания на этот проект, потому что он попросту снят на востоке. В Японии, Корее и других азиатских странах умеют снимать годное кинцо, но это происходит крайне редко и чаще всего ребята выдают что-то кринжовое. Поэтому в числе многих мы узнали об Алисе только на волне хайпа игры в кальмара и решили приоткрыть для себя эту новую и ранее неизведанную страницу японской дорамы. Кстати, сам термин дорама в русскоязычном сообществе обозначает кинопроекты, пришедшие к нам из Восточной Азии. То есть все сериалы из Кореи, Китая, Японии и даже Турции – это все дорамы. Так что теперь вы будете знать о каких таких дорамах все вокруг говорят. По сюжету нашумевшего японского сериала молодой безработный игроман Рюхэй Арису в очередной раз ссорится с отцом и старшим братом и уходит из дома. Он встречается с двумя закадычными друзьями, один прогуливает работу, а другого уволили. В районе Сибуя, где ребята видят в небе странный салют, а после троицу накрывает новая реальность. Друзья оказываются в пустынной версии Токио и выясняют, что теперь им предстоит участвовать в жестоких играх на выживание, после успешного прохождения которых им будут выдаваться визы на несколько дней. Проигравших ждет смерть, вышедших из игры ждет смерть и тех, кто отказывается продлевать визы, тоже ждет мгновенная смерть от небесного лазера. Звучит так, словно идея сериала сошла прямиком из японских комиксов, не так ли? И это действительно так. Сериал основан на одноименной манге, которая начала выходить еще в 2011 и насчитывает 18 томов, так что почитать ее обязательно стоит, если захотите с головой окунуться в этот удивительный мир. В настоящий момент информации о втором сезоне буквально нет, но сериал получил зеленый свет на продолжение, да и комикс основания позволяет разгуляться еще сезона на четыре. Но как скоро выйдет второй сезон, остается лишь гадать. Очевидно, что с новой волной популярности, благодаря игре в Кальмара, вторая часть Алисы сможет получить толчок к развитию и где-то к концу 22-го фанаты смогут его увидеть. Музыкальная и визуальная составляющая ТВ-версии Алисы выглядят и звучат классно. На шоу было потрачено немало средств, что видно уже по первой серии, когда нам показывают станцию Сибуя совсем без людей, которую воссоздали при помощи компьютерной графики. Второй особенностью сериала можно назвать его непередаваемый шарм вокруг самих игр, которые выглядят далеко не так, как в игре Кальмара. Здесь большую роль играет дедукция и внимание к деталям, чего был отчасти лишен южнокорейский сериал. Это является отличительной особенностью главного героя, который, несмотря на свою довольно безобидную внешность, каждую серию выдает неплохие такие выводы, исходя из своей дедукции, которой позавидовал бы и сам Шерлок Холмс. Но, если без спойлеров, то самые главные герои Алисы в Пограничье далеко не такие яркие, как в той же игре Кальмара. Они частенько люто тупят и производят крайне нелогичные действия в рамках сложившейся ситуации. Да даже главный герой, который реально поражает своими способностями, в реальной жизни полный никто, что создает парадокс для его персонажа. У героев нет особой глубины, разговоры между ними тоже простые, но, несмотря на это, оторваться от серии невозможно. Так и думаешь, ну что еще придумают сценаристы? С каждым эпизодом авторы вкидывают все больше деталей, и игровой Токио наращивает степень безумия. Кто-то скажет, что характеры тут плоские, но не забывайте, что вы внутри параллельной реальности, больше похожей на компьютерную игру. Так что поменьше негодуйте и поскорее включайте следующую серию, где вас обязательно ждет крутой сюжетный поворот. Реализация в сериале хороша, но с поправкой на то, что это все-таки японский сериал от Netflix. Снято все довольно красочно, эффекты для шоу такого уровня очень хороши, экшен местами очень даже впечатляет, кастинг вполне себе неплох, с учетом того, что для нашего зрителя все актеры будут полными ноунеймами. Но также здесь навалом очень специфической японской актерской игры, так характерной вообще для всех сериалов и фильмов из Страны Восходящего Солнца. Актеры ярко переигрывают, эмоции бьют через край, что выглядит порой крайне кринджово. Иногда, несмотря на качественные эффекты, начинается сущий аниме, и законы физики выходят покурить и не возвращаются, словно вы смотрите японскую версию Форсажа. А самое забавное, в сериале встречаются очень странные анимешные прически, которые на трезвую голову никто в нашей обыденной реальности не стал бы носить. В общем, все грехи японских лайф-экшенов на месте, и поэтому стоит морально подготовиться к тому, что Алиса в пограничье заставит вас пару раз ударить себя ладошкой о лоб. Однако хорошие качества сериала ультимативно перевешивают эти недостатки. К сожалению, как и в случае с кальмарами или даже той же тьмой, у сериала нет официальной русскоязычной озвучки от Нетфликса. Поэтому лишь вам решать, в каком формате стоит смотреть шоу, или искать сериал на всяких там сторонних сервисах с неофициальным переводом и фриспинами, или врубить режим хардкора и смотреть шоу прямо на Нетфликсе, на японском, с русскими субтитрами. К слову, раз уж мы заговорили про принадлежность к самой популярной стриминг-платформе, стоит отметить, что та самая легендарная повесточка в Алисе тоже присутствует. Она выглядит не так навязанно, как в том же половом воспитании и не влияет на сюжет в корне, поэтому просто стоит быть готовым к этому моменту. Так какой же сериал лучше, Игра в Кальмара или Алиса в Пограничье? На самом деле на этот вопрос нет четкого ответа. Жанр игр на выживание настолько широк и разнообразен, что сложно сравнивать двух равных конкурентов. Банально никто не станет искать победителя между клаустрофобами и Пилой, которые, к слову, тоже являются идейными вдохновителями двух дарам. Игра в Кальмара – это исключительно южнокорейский проект, пронизанный глубинным смыслом, с отличным визуалом и довольно необычной подачей. Герои шоу влюбляют в себя, кого-то из них хочется ненавидеть, а кто-то наоборот западает прямо в сердечко или становится крашем для подростков. С Алисой все немного иначе, местные герои довольно безликие и запоминаются не то чтобы хорошо. По большей части это пушечное мясо с разным набором скиллов. Однако от того, что местные болванчики не вышли такими же яркими, как герои игры в кальмаров, Алиса не становится хуже. Сериал старается обратить внимание зрителей на другие важные детали. Во-первых, это серьезность и масштабность происходящего. В первой же серии нам показывают район Сибуи, один из самых оживленных в Токио, и по совместительству один из самых оживленных районов в мире. И спустя пару минут, словно по щелчку Таноса, все люди вокруг пропадают. Таким образом, внезапно из незамысловатого подросткового сериала Алиса становится японской версией «Я легенды». А это очень крупная заявочка. В кальмарах все решали грамотно спланированные декорации в кадре, которые дополняли картинку непривычно яркими детскими цветами, в то время как в японском шоу перед нами чаще всего серая и депрессивная картинка, явно повышающая градус серьезности. А заодно в Алисе все с самого начала преподносится как фантастика, не пытаясь быть чем-то большим, тем самым не давая нам тысячу и один вопрос в стиле «А как это полиция и власти за столько-то лет не нашли остров, где бедняки толпами помирают в погоне за миллионы долларов?». Тут все просто и понятно сразу с первых минут, особенно после того, как с неба начинают сыпаться смертоносные лазерные лучи. Что еще может произойти в этом мире? Да что угодно! А хочешь узнать больше? Милости просим, читай мангу и не задавай глупых вопросов. В игре кальмара все устроено в рамках строгих сюжетных законов и лишь в редких случаях может выйти за их пределы. Поэтому, подводя небольшую черту, «Алиса в пограничье» — отличный сериал, особенно если вам понравился недавний южнокорейский шедевр. И нам очень жаль, что мы не рассказали вам о нем раньше и сами посмотрели «Алису» лишь недавно. Но очень круто, что восточный кинематограф Дорамы постепенно начинает завоевывать авторитет в остальном мире и обретает все большую популярность. И как минимум многие известные проекты, в особенности седабовские недошедевры, наконец уйдут на покой, дав шанс реально достойным сериалам. В конце концов, ни один «Ривердейл» или «Легенды завтрашнего дня» и рядом не стояли с накалом страстей в «Алисе», что о многом говорит. Так что смело закупайтесь вкусняшками и выделите денек на просмотр этого крутого сериала. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!